Тяжкие, особо тяжкие преступления против личности и не только. Так прокуратура Алтайского края накануне озвучила динамику преступности за 2023 год. Всего в прошлом году в регионе зарегистрировали 38 тысяч преступлений. В 2022 же этот показатель был на тысячу выше. Кстати, большую часть всех преступлений, а именно 40 процентов, совершили в Барнауле. Положительной динамикой могут похвастаться 46 муниципальных образований края. В семи из них такое снижение превысило 20 процентов. Это Быстроистокский, Егорьевский, Красногорский, Солонешинский, Табунский, Топчихинский и Целинные районы. В некоторых районах, напротив, преступность возросла. Лидерами выступили город Яровое, Заринский и Суэцкий районы. Там показатель увеличился на треть. Краши разбойных нападений и угонов стало меньше. Однако сегодня процветает мошенничество. Их количество увеличилось на 29 процентов. А именно в сфере информационных технологий. Вот одна из последних рабочих схем. Гражданам обращаются через мессенджеры и предлагают якобы трудоустройство, подработку курьерами. Так, ни о чем не подозревая, можно стать участником преступной схемы и поехать забирать деньги, например, у такой же обманутой бабушке, которая передает свои средства в помощь родственникам, якобы пострадавшим в аварии. Граждане, выполняя роль курьера, приезжая до моих потерпевшим, забирают денежные средства. Причем, как бы, по ряду уголовных дел мы видели, что 10 процентов курьеры оставляют себе, остальные перечисляют через банковские ресурсы на счета других соучастников преступной схемы. Нужно понимать, такая курьерская деятельность незаконна и грозит не только уголовкой, но и взысканием суммы причиненного ущерба. Были такие факты у нас и по городу Барнаулову установлены, и по городу Бискур, когда в общем размере около 600 тысяч граждан не теряли более 2 миллионов рублей. Вот в данном случае с курьеров взыскивалась вся эта сумма по решению суда. Еще одна стандартная излюбленная схема ссылки на псевдоголосование. Так злоумышленник может получить доступ к персональным данным и, например, оформить кредит. Иногда мошенник может находиться за пределами страны, счетов, на которые переводят средства, может быть множество. Поэтому раскрыть онлайн-преступление, наказать жулика и вернуть деньги жертве порой практически невозможно. Прокуратура Алтайского края еще раз напоминает, что так называемых безопасных счетов, счетов, куда якобы можно перевести денежные средства для того, чтобы не стать жертвами мошенников, их просто-напросто не существует. Есть и хорошие новости. Осенью прошлого года Госдума одобрила в первом чтении законопроекта самозапрете на кредиты. Человек сможет установить в своей кредитной истории запрет на взятие займов. Новые правила не распространяются на ипотеку и автокредитование. Если вопреки ограничению на клиента все же выдадут кредит, то в этом случае сам банк будет нести ответственность. Снять ограничения тоже можно по желанию. Предполагается, что новый закон вступит в силу 1 июля этого года.